Слава всемогущему Господу! Приветствую вас, дорогие мои друзья! В сегодняшнем послании, которое я получил от Господа, мы будем разбирать следующую тему. Зачем тварям нужны жертвы? Под словом «тварей» я подразумеваю бесов. Называю их тварями, потому что они недостойны называться творением Божьим. Они были изгнаны вместе со своим хозяином и потеряли свое положение и статус, называться ангелами, посланниками всемогущего Эля. Считается, что когда-то имя сатаны было Сатана Эль, но я смело могу заявить, что это окончание он давно потерял и стал противником Эля всемогущего. «Падший тварью, увлекший за собой подобных себе, которые до сегодняшнего дня уничтожают творение Божье на нашей прекрасной земле, которую создал для нас великий Бог, автор и даятель жизни». Итак, дорогие мои друзья, для чего сегодня сатанисты приносят жертвы бесам и служат сатане? Задавая эти вопросы христианам или тем или иным людям, никто не находит точного ответа на этот вопрос. Но давайте мы разберем и выясним корень и причину, почему бесы требуют себе жертвоприношения, то есть пролития чьей-либо крови. Как мы выяснили, что наш Господь Бог, Он все живые творения наполнил светом и энергией, то есть Он поделился своей бесконечной жизнью и светом со своими творениями. Он просто наполнил все живое светом, энергией, любви. Библия говорит, Бог есть любовь, и все творение было сделано с любовью, для того, чтобы радовать наш глаз. И я верю, что когда наша прекрасная земля была в своем первозданном виде, то все здесь выглядело абсолютно по-другому. Если бы мы увидели землю в ее первоначальном состоянии, наверное, вы подумали бы, что вы попали в небесное царство. Но на самом деле это была бы земля, на которой ты и сейчас находишься. Но эти падшие твари продолжают ее уничтожать в сговоре с некоторыми, которые перестали и потеряли также свой статус быть сынами Бога, а стали сынами отца своего дьявола. Дорогие мои друзья, так вот, все живое наполнено энергией, и сатана вместе со своими ангелами, отпавши от Бога, перестал иметь доступ к Богу. Он перестал иметь доступ к Его Свету, к Его Жизни, к Энергии Света. Другими словами, Он больше не может наполняться этой энергией и питаться от этой энергии. То есть, Его естество падшее отключено, так скажем, от наполнения бесконечным Светом. И будучи изгнанным и находящимся здесь, и блуждающим, как говорится в Евангелии, по безводным местам, не находя покоя, ищет в себе жертвы. Так вот, обратите внимание, эти твари, значит, эти твари смотрят на человека, как на батарейку, как на источник энергии, которой они могут питаться и подпитываться. Вспомните, что сказал апостол Павел в одном из своих посланий. Они, говорит, считают нас за овец, обреченных на заклание. То есть, для того, чтобы эти демоны, эти твари питались твоей человеческой энергией. И это не секрет. Эти твари реально питаются человеческой энергией. Как это выглядит в повседневной жизни? Когда вы теряете силы, у вас начинается состояние депрессии, у вас резкие перепады настроения, у вас потухшее состояние, в прямом смысле вы чувствуете себя, как выжатый лимон, то есть, у вас нет энергии жизни. Что бы вы ни старались делать, как бы вы ни пытались выспаться, вы всё равно разбиты. И бесы вас потом начинают обманывать, говоря, что вы разбиты по причине недовольства вами Бога, который вас специально разбивает. И вы начинаете копаться в своей жизни, ища в себе какие-то грехи. Но, по сути, всё намного серьёзнее и сложнее. Эти падшие твари прикрепляются к вам и высасывают из вас жизнь, обвиняя вас в какой-то недостойности, обвиняя вас в какой-то греховности, тем самым мороча вам голову и отводя вас от Господа Бога, который не требует служения и дел ручь человеческих, но даёт всему жизнь и дыхание. Так вот, обратите внимание, дорогие друзья, сатанисты приносят сатане, жертвы, бесам, для того, чтобы питать этих падших тварей энергией животного. Ведь когда они приносят дьяволу жертвы в виде животных, то из животного выходит энергия, энергия жизни. И эти стервятники, падшие твари, начинают собираться вокруг этой жертвы, для того, чтобы питаться энергией жизни. На более высшем уровне слуги сатаны используют даже человеческие жертвоприношения, чтобы своего хозяина подпитывать таким образом человеческой энергией. Взамен он им даёт богатство, власть, территории, господства над умами и над жизнями людей. Взамен он их обучает. Дьявол неоднократно в Библии представляется как рыкающий лев. Об этом сказал и апостол Павел, что он ходит как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Каким образом поглощает дьявол? Он пожирает человеческую жизнь. То есть поглощает энергию вашей жизни, подпитываясь человеческой энергией или энергией животного. Энергией животного обычно питаются мелкого рода бесы, стервятники, которые собираются около умирающей жертвы. То же самое делают все остальные бесы. И когда эти люди, так называемые потерявшие статус, зваться сынами божьими, приносят жертвы хозяину, то хозяин их, сатана, награждает их за это. То есть дьявол, он как наркоман, рыщет, ища постоянную дозу энергии, и не брезгует питаться, как стервятник, даже энергией падших животных, то есть мертвых животных. Взамен, когда ему эти недочеловеки, или как их назвать, приносят в жертву других людей, или в жертву животных, получают от своего хозяина подарки. Он им дает богатство, власть, сверхъестественные способности им дает, для того, чтобы те все более и более обольщали живущих на земле людей, созданных по образу и по подобию Бога. Итак, мы видим, что бесы и сатана питаются человеческой энергией, но наш великий Бог, который сотворил небо и землю, он имеет сам в себе жизнь, и наш святой Бог не питается энергией человека, и тем более святой Бог не питается энергией животного. Бог святой, наоборот, дает жизнь всему и дыхание, а не отнимает. Можете ли вы себе представить, чтобы Иисус Христос питался вашей человеческой энергией, или энергией какого-то животного, но наоборот, Он есть начальник жизни, Он тот, кто дает жизненную энергию своему творению, Он тот, кто вкладывает жизненную энергию в своё творение, а не отнимает, чтобы этой энергией питаться. Обратите внимание, чего хочет на самом деле настоящий и святой Бог, в отличие от сатаны, который иногда предстает в образе ангела света. Кстати, как вы думаете, почему он иногда в образе света предстает? А потому что чем больше сатанисты кормят его жизненной энергией других людей или животных, чем больше этот падший напитывается этой энергией, тем больше он получает света, и тем больше он может других, как он же ведь бывший херувим осеняющий, он может осенять умы людей, тем самым заводя людей в состояние морока и помрачения ума. Он предстает пред ними неоднократно в образе ангела света, но распознаете вы его по лживости уст его. Итак, посмотрите, чего желает настоящий Бог и каких жертв он хочет от своего собственного творения. Послание евреям, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через Него, то есть через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву. Какую? Жертву хвалы, то есть плод наших уст, прославляющих имя Его. Как это происходит? Наш великий всемогущий Бог посылает нам радость, посылает нам Дух Святой, посылает нам энергию жизни, любви. Он заряжает нас на полную мощность, как батарейки. И что происходит с тобой, когда тебя заряжает Святой Дух? У тебя свет радости и любви струится из глаз, и ты начинаешь воздавать Ему хвалу. И Бог любит это делать. Он любит тебя заряжать энергией, Он любит тебя заряжать любовью, и Он любит, когда ты преисполнен, то что твой язык? Твой язык оживляется от преисполнения энергии любви, радости и счастья. Он даже может начать говорить совершенно другим небесным языком, восхваляя Творца. Энергия жизни, света, это мощный поток начинает литься. Эта энергия, о которой сказал Иисус, верующий в Меня, как сказано в Писании, если и умрет, оживет. Эта оживотворяющая энергия однажды воскресит тела святых, которые умерли. А также Он сказал, что из чрева вашего потекут реки воды живой. Из вашей внутренности потечет эта энергия. Эти реки живой воды, эти потоки любви и славы Божьей, когда ты преисполнен радости Всевышнего. Аллилуйя! Дорогие мои друзья, книга Деяний говорит следующее, 17 глава, 24 стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, истины, живой, святой Эль, имя Его Эль. Аллилуйя! Что Он делает? Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Он не живет в каких-то человеческих строениях. И он в них не живет. И не требует служения рук человеческих. Он ничего от тебя не требует. Он не требует, чтобы ты своими руками что-то для него делал. Он не имеет в этом нужды. Но, как бы имеющий в чем-либо нужду. Но Он сам дает всему жизни, дыхание. То есть, Он не питается вашей энергией. Он не питается энергией животного. Он сам дает жизнь. И тем более, если Он не требует дел рук человеческих, Он не требует от вас денег. Он не требует от вас десятин. Он не требует от вас каких-то самоистязаний. Он ничего от вас не требует. Он все вам дал даром, нужное и потребное для жизни. Посылая хлеб жизни вам на каждый день. Он послал Иисуса. Слово, голос, исшедший из света. Он пришел в нашу жизнь, чтобы питать нас этой манной, живым хлебом. И Иисус ничего не просит взамен. Он просто дает. Он дающий жизнь. Аллилуйя. Он сам дает жизнь и дыхание. Он не забирает дыхание. Он дает дыхание, чтобы ты, будучи заряженным энергией, светился и воздавал славу и честь Всевышнему. Вот что Он делает. Вот какие жертвы Он любит из наших уст. И для того, чтобы мы славили Его, чтобы славило Его все творение, Он наполняет творение жизнью. А мы Его творение, созданные им на добрые дела. Да будет слава всемогущему. Аллилуйя. И Он желает от нас, чтобы мы Его искали. Чтобы мы искали Его утром. Чтобы мы искали Его днем. Хотя Он и не прячется за горами и лесами. Он недалеко от каждого из нас. Он хочет, чтобы мы каждый день знали, что Он с нами. Он хочет, чтобы мы каждый день наполнялись энергией, счастья, радостью и любовью. Чтобы мы Его искали. Не ощутят ли Его и не найдут ли они Его. Хотя Он и недалеко от каждого из нас. А еще более того, сказал Иисус. Царство Божье внутри вас есть. Аллилуйя. Оно недалеко. Оно внутри вас. Оно снаружи вас. Оно повсюду. Царство Бога. Просто Его нужно видеть. Научись Его видеть. Пусть твои глаза будут помазаны Святым Духом, чтобы видеть Бога. Научись Его видеть в себе. И, друг, ты, храм Всевышнего, храм живого Бога, наполненный энергией счастья. Он же сам сказал, открой свои уста. Открой, я их наполню. Начни восхвалять Бога. Начни Его благодарить. Если сейчас ты чувствуешь, что тебя оставили силы и энергия, это не Бог, который тебя поражает за твои грехи. Это бесы сосут из тебя жизнь. Но в твоих устах Слово Всевышнего, меч обоюдоострый, молниеносный меч, подобный электрическому разряду, исходящее Слово, как молния из твоих уст, поражает падших тварей, рассекает всякую тьму, рассекает падших тварей так, что они лететь будут от тебя в разные стороны, потому что чадо Божье наполнено энергией, силою. Огонь в твоих устах, огонь Всевышнего, меч в твоих устах, аллилуйя. И этот меч Слово Божье. Потому что из уст нашего Царя исходит обоюдоострый меч, молниеносный меч. Это творящее Слово. И той же энергии жизни он наполняет своих сыновей, чтобы словами уст своих они поражали врага, держа этот меч сильной твердой рукою, поражая дьявола в его голову, распознавая дьявола во всех его уловках, наступая на всю его вражью силу, на всех мерзких тварей, высасывающих жизнь. Мы рожденные побеждать силою Святого Духа этих падших тварей. Дорогие мои друзья, воздайте хвалу Богу. Аллилуйя. О, я верю, что Святой Дух через Слово прямо сейчас тебя наполняет. Прямо сейчас ты можешь взять этих мерзких тварей, которые высасывают из тебя жизнь, разогнать их Словом Божьим, подняться как воин Иисуса, с Евангелием веры, вознести меч и просто сразить этих тварей. Сразить этих тварей мечом уст своих, которые вложил Всевышний Бог в твои уста, в твое сердце, в твою жизнь и соделал тебя Сыном Света. Аллилуйя. Ох, вы не представляете, как льется из меня сейчас. Аллилуйя. О, мой Царь. Аллилуйя. Благословенное имя Царя моего Иисуса. Аллилуйя. Благословен Бог Всевышний. Аллилуйя. Слава тебе, Царь Небесный. Слава тебе, Бог наш крепкий. Слава тебе, Царь Наш. Аллилуйя. О, мой Бог. Аллилуйя. О, хвала тебе, мой Царь. Аллилуйя. О, Бог Святый. Благодарю тебя. Аллилуйя. О, Иисус мой. Ассанна в Вышних, Царю Небес. Аллилуйя. О, Господь Бог, наполняй твой народ. О, пусть огонь Духа, огонь Духа Святого сходит на твою церковь. Огонь любви. Аллилуйя. О, во имя Иисуса. Аллилуйя. Пусть демоны и бесы сокрушаются. Пусть они изгоняются. Всякая тьма выходит. Изгоняется вон. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Царь. Свят Господь. Свят Господь. Свят Господь. Аллилуйя. Спасибо тебе, мой Царь, за энергию жизни. За наполнение, Господь, энергией твоего духа. Твоей силы, Господь. Аллилуйя. О, Господь. Благодарю тебя за поток жизни, Господь, который в сердце моем. Господь Иисус мой. Аллилуйя. О, мой Царь, хвала Твоему чудному имени. Аллилуйя. Аминь. Слава, слава тебе, Господь. О, Господь Иисус. Аллилуйя. Аминь.